Из-за Сирии Трамп оказался в центре скандала. Известный журналист Сеймур Херш утверждает, у президента не было оснований для удара по аэродрому на сирийской территории. Какие данные попали в его руки и как отреагирует Белый дом? Ответы искал Дмитрий Анопченко. В апреле эти кадры облетели мир. Соединенные Штаты со своих кораблей наносят удар крылатыми ракетами по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Повод более чем серьезный. В Вашингтоне заявили, что именно с этого аэропорта войска Асада осуществили химическую атаку, жертвами которой тогда стали в том числе и дети. После этого жесткого решения Трампа зауважали даже противники. А тон публикации в прессе резко изменился. И лишь сейчас впервые эту историю поставили под сомнение. Расследование лауреата Пулитеровской премии американца Сеймур и Херша опубликовано в немецкой Die Welt, газете, которую не назовешь бульварной. Статья занимает невиданный случай целых шесть страниц. В ней, со ссылкой на разведку и военных, данные о том, что президент Трамп якобы отдал приказ об ударе вопреки предупреждению спецслужб. Мол, у них нет доказательств применения химоружия. Херш утверждает, самолет сирийских ВВС в апреле наносил удар по зданию, где проходили переговоры лидеров военных группировок. В подвале дома хранились удобрения и химикаты на основе хлора, а еще боеприпасы. Якобы после обстрела они сдетонировали, образовалось облако ядовитого газа, но ни о каком зарине или химическом оружии и речи не было. Цитируя сотрудников спецслужб, Херш пишет, ну, президенту Трампу представили четыре варианта реакции Америки на этот обстрел. От осуждения и бездействия до уничтожения резиденции Асада в Дамаске. Он выбрал промежуточный, ударить по авиабазе. При этом журналист делает сенсационное заявление. Якобы источники в разведке сообщили ему, что у Центрального разведывательного управления в принципе не было никаких доказательств того, что Сирия использовала химическое оружие, или что оно в принципе находилось в распоряжении режима Асада. А Азарин на авиабазу в Шайрате вообще не доставлялся. И Дональд Трамп, просто отвергнув все аргументы, принял собственное решение. Если это правда, то история очень напоминает то, что происходило. Помните, когда-то с Джорджем Бушем-младшим, который заявил, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, это стало поводом для военной кампании. Но есть ли правда в этих сегодняшних обвинениях? И что на них скажет Белый дом? В статье говорится, администрация Трампа оставила запрос о комментарии без ответа. Но теперь, после громкой публикации, и Белый дом, и Пентагон будут вынуждены оппонировать. Вот только американские СМИ сейчас в щекотливой ситуации. Ведь раскручивая версию Херша, им придется опровергать не только Трампа, но и самих себя. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.